Татьяна, почему мы вообще сегодня в Барнауле вдруг говорим о покупке квартир в Турции? Интерес наших именно алтайских граждан в Турции был всегда высок. У нас море далеко. Турция, побережье, это не наш Сочи. Там можно 10 месяцев в году купаться в теплом море. Ну и при сравнительно невысокой стоимости. С последними событиями с февраля этого года спрос удвоился. Это связано с тем, что люди просто переехали туда на постоянное место жительства. Сейчас у нас активный спрос на ВНЖ, на гражданство. До 1 июня этого года еще гражданство можно было получить за 250 тысяч долларов. Сейчас уже 400 тысяч долларов. С сентября мы видим колоссальный рост. Особенно мужское население переезжает. Переезжают такие города, как Алания, Анталия, Мерсин, Стамбул, Бодрум, Сиде. Вот эти города мы сейчас активно-активно-активно переселяем. Ну и переезжают, конечно, те наши граждане, которые работают на удаленной работе. Те, кто занимаются сферой услуг. Экономически сейчас очень интересно работать именно с Турцией. У нас продолжается безвизовый въезд в страну. Ну как безвизовый? Нет, ну конечно, визовый. А в любом случае это не Шенген. И едут туда, в том числе, для увеличения товарооборота. Если сравнивать покупку квартиры в Барнауле и в Турции, где выгоднее покупать? Какой интересный вопрос. Ну смотрите, в прошлом году, в апреле месяце, я сама лично себе купила квартиру. Стоимость объекта недвижимости была 68 тысяч евро. Сейчас она стоит уже 135. При том курсе, который сейчас сложился, это 60 рублей за 1 евро. Получается, моя недвижимость мне обошлась совсем в 3 копейки. Там 3,5-4 миллиона рублей. При том, при всем, что это двухкомнатная квартира, полностью с ремонтом, полностью мобилированная. Еще есть рассрочка до конца строительства. Давайте сравним, и я могу ее сдать, минимум 10% в год чистыми зарабатывать при сдаче в аренду. Давайте сравним в Барнауле. В Барнауле за 3,5 миллиона мы с вами на сегодняшний день купим однокомнатную квартиру. Не в центре, отдаленный район, без ремонта, без мебели. Ну и сдавать мы ее можем максимум 5% в год мы можем с нее убрать. При этом в рассрочку у нас нет возможности приобретать. Есть, но с большим удорожанием, плюс 30%. Соответственно, это не очень интересно. Поэтому чисто экономически, инвестиционно выгоднее приобретать объект недвижимости сейчас за границей. Опять же, при сложившемся курсе, это будет недолго продолжаться, мы все это знаем. Поэтому мы ловим волну, как говорится. Чаще всего жители Алтайского края покупают недвижимость в Турции, потому что сами хотят туда переезжать, перезимовать, например. Или все-таки это скорее такая инвестиция. Есть несколько категорий граждан. Есть те, которые для того, чтобы спекулятивно просто купить, быстро продать при таком растущем спросе. Есть те, которые уходят на долгосрочную аренду, то есть покупают для того, чтобы сдавать в дальнейшем. Потому что недвижимость на море всегда востребована, всегда растущий рынок. Ну и сейчас третья категория, конечно же, я уже сказала выше, это те люди, которые переезжают туда на ПМЖ, на постоянное местное жительство. Такой активный, активный растущий рынок, 5 лет. И мы действительно всегда, это волнообразно, любой рынок живой организм, в какой-то момент наступает стагнация и спад. Но мы про это говорили еще в марте месяце, что когда-то же это начнет происходить. На связи с тем, что у нас стали происходить такие события, люди просто начали еще больше диверсифицировать свои портфели, продавать объекты недвижимости в России и перекладывать их дальше. Дубай, Турция, Кипр. На сегодняшний день бьют все рекорды. Грузия, Армения, может быть, тоже слышали. Мы работаем со всеми этими странами. Это сегодня мы с вами только про Турцию говорим. Опять же, порог входа низкий, да, от 3 миллионов рублей можно зайти на этот рынок. Даже еще меньше, есть сейчас в Мерсине предложение. Вот. И спрос растет, спрос растет, потому что у нас пока такая ситуация, мы не видим предпосылок к снижению спроса. Конечно, все может произойти. Форс-мажорные обстоятельства и в том числе геополитические обстоятельства. А спрогнозировать на 100%, будет ли в дальнейшем такой же колоссальный рост, конечно же, никто не будет. Но с нашими клиентами мы оговариваем план B. А если недвижимость перестанет расти, закроет границы для россиян, еще что-то будет предпринято, мало ли что, мы всегда можем идти в арендный бизнес. Недвижимость есть недвижимость. Она у нас перестояла какое-то время, да, мы в аренду ушли, получаем спокойно свой доход. Рынок вернулся в растущий, мы дальше опять зарабатываем, да, продаем, покупаем, перекладываем активы. Вот, я это говорю, что это не акции, не облигации, не криптовалюта, которая постоянно, которая имеет огромную волатильность, да, в недвижимости такого нет. Это самый надежный актив. Опять же, идем за спросом. Если у граждан есть спрос, мы им формируем предложение. Не было бы такого спроса, то, соответственно, не было бы этого предложения, да, и сейчас бы мои коллеги, партнеры сюда, такие красотки, не приехали, да. И рассказывали о возможностях инвестиций проживания на турецком побережье. Очень много покупают для себя. Просто ездить зимовать, там температура не опускается ниже 15 градусов. Есть свежие овощи, фрукты, морепродукты. Поехали мамочка с детьми, зима призимовала, приехала, да, и дальше здесь с мужем. Какие еще страны интересуют жителей Алтайского края в плане покупки жилья, кроме Турции? Турция больше, тут больше, знаете, законодательно. Законодательно в Турции можно иметь недвижимость, оформленную на себя. В Таиланде такой возможности нет. И опять же, еще один немаловажный фактор. В Таиланде не спекулятивная инвестиция, то есть там только для аренды. Для себя, для аренды. Дубай. Вот буквально 19 ноября я лечу в Дубай на неделю, также с самими застройщиками по новым объектам, подыскивать объекты, подбирать объекты нашим клиентам. С города Барнаула спрос также высок. Есть рассрочки до 6-8 лет, низкий также порог входа. Ну, повыше, чем в Турции, но при этом рассрочки интереснее. Поэтому Дубай мы тоже активно продаем. Кипр. Кипр, северный Кипр на сегодняшний день. Грузия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова